Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Пираты. Фильм рассказывает о эпохе Чосон. Банда пиратов под предводительством Сон Йе-Джин соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны, во главе с Кимном Гилем. Их ждет охота за призраком кита, проглотившим корабль с сокровищами, самым ценным из которых является королевская печать. Подарок китайского императора – корейскому. Идиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Известный археолог и специалист по оккультным наукам, доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но Идиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. «Сокровище нации. Книга тайн». Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто. Параллельные поиски города ведет и некий Мич Уилкинсон, готовый на все ради достижения цели. «Пираты Рибского моря. Проклятие черной жемчужины. 2003 года». Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг, капитан Барбосса, похищает корабль Джека, черную жемчужину, а затем нападает на Порт-Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора, Элизабет Суон. Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, в попытке вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея черную жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон. Который, к тому же, числится женихом Элизабет. Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающий его с командой в живых скелетов. Проклятие будет снято лишь тогда, когда украденное золото ацтеков будет возвращено пиратами на старое место. Имя на Джонс и Королевство Хрустального Черепа 2008 года В 1957 год, разгар Холодной войны, советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рейвенвуд, давнюю возлюбленную Индианы Джонса, стала профессора перед выбором «Бездействие и смерть Мэрион» или «Помощь советской разведке» в поисках легендарного Хрустального Черепа в обмен на свободу женщины. Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают стаинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами основателями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Декларации независимости США, в которой зашифрована загадка, но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим похорять руки на достоянии республики. Париж, город мертвых Хоббит, пустошь Смауга Продолжение путешественника Хоббита Бильбы Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с величайшей опасностью из всех, созданием куда более ужасающим, чем все их прошлые противники, которые проверят на прочность не только их мужество, но крепкость их дружбы и правильность выбранного пути. Драконом Смаугом В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной своего прошлого, Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости. Она силой принуждает капитана Джека Воробья зайти на корабль месть королева Анны, которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше – ужасного злодея или же свою давнюю подругу. Аладдин Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визиры грабы Джафар намеревается захватить власть, а для этого он стремится получить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют Алмаз Неограненный. И этим человеком является никто иной, как сам Аладдин. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!